Деньги из дерева. Лови момент. Завод крупнопанельного домостроения проводит выгодную акцию. Как купить квартиру и получить за это 2000 рублей? У меня сейчас собственная квартира. Она чудесная. От баварских колбасок до казачьих шаровар. В городе прошел областной тур фестиваля национальных культур. И свое искусство несут. И свои песни, и свои танцы, и традиции, и кухню, и костюмы. Чем удивили участники? А также стихийный лагерь, опасные шашки и билет со скидкой. Белжиде снизила стоимость на сообщение с Россией. Насколько? Перспективы развития. Бобруйск посетил заместитель премьер-министра Беларуси. В частности, Юрия Назарова интересовала, как обстоят дела в деревообработке. В этом направлении в городе работают два предприятия – «Фандок» и «Пинскдрев». Как за счет минимальных вложений максимально заработать, разбирался Максим Кембель. Рабочая поездка заместителя премьер-министра на Бобруйский деревообрабатывающий завод – итог визита президента на Добружскую бумажную фабрику. Там Александр Лукашенко поинтересовался у правительства, как обстоят дела у трех проблемных предприятий концерна. Среди них – Борисов-Древ, «Фандок» и «Витебск-Древ». Сейчас стоит задача выйти на высокие показатели. Деревообработка – дело прибыльное, поэтому отрасли уделяют огромное внимание на самом высоком уровне. Вкладывают и большие финансы, а значит, ждут такой же отдачи. На примере «Фандока» обсуждают, как достичь желаемых результатов. Один из вариантов увеличения рабочих смен. В качестве примера выбирают мебельный цех. Именно на его базе с небольшими финансовыми вложениями за короткий временной отрезок можно создать достойное производство. Единственный минус – одна рабочая смена. Решение принимается сразу. Мощности будут увеличены. Однако для этого нужны новые кадры. Здесь на помощь придут выпускники Лесотехнического колледжа. Мы сегодня пригласили министра лесного хозяйства, первого заместителя министра экономики. Это по вчерашнему поручению президента. Когда мы были с докладом по нефтихимии, президент вообще сказал, что назрела уже, наверное, необходимость подойти очень серьезно к тому, чтобы создать определенную программу действий по вовлечению в оборот вот этой нашей лиственной древесины. Береза, осина, серая льха. Поэтому мы сегодня еще и посмотрим на примере Могилевского региона, а как мы комплексно подходим. Что здесь произрастает, какая здесь переработка есть, какие дальнейшие направления. Одно из них – производство сырья для бумажной промышленности. В качестве материала будет использоваться осина. В регионе ее достаточно. Одновременно пойдут по пути наращивания выпуска фанеры. Для этого установят новое сушильное оборудование, что позволит произвести в год до 4000 кубических метров материала. Основная задача предстоящих выездов на предприятие – все-таки разобраться с тем, что по факту имеем и как задействовать это в технологическом процессе таким образом, чтобы это приносило больше эффект, нежели приносило в предыдущие годы. С тем, чтобы те модернизированные мощности работали, если работают сегодня в одну смену, либо в две, работали в три смены, круглосуточно, включая выходные дни. Разговор продолжается в стенах Пинск-Древо. Фабрика – пример успешной модернизации. Здесь сократили производство дорогостоящей мебели из массива и расширили линейку изделий из ДСП. Правильность выбранного пути подтверждают цифры. Средняя зарплата среди рабочих без малого тысячи рублей. Рентабельность – 4,5%. В рабочем визите поставлена точка в деревообработке многоточие. Сейчас местных представителей отрасли ждет переоснащение. Специалисты делают хороший прогноз и уже в 2022-м ждут результатов. Если все сделать грамотно, прибыль не заставит себя долго ждать. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Здоровый бартер. Спасатели провели профилактическую акцию на Белшине. Прямо на проходной все желающие смогли отдать сигарету и получить конфету. Такой необычный обмен сотрудники МЧС провели в рамках республиканского движения «Не прожигай свою жизнь». Непотушная сигарета является самой распространенной причиной пожара. Подобная акция будет продолжаться еще на этой неделе на производствах, на предприятиях. На следующей неделе инспекторы будут общаться с учащимися колледжей. Молодых людей ждут интерактивы, показы роликов, игры и викторины. Контроль за таксистами, рейс Москва-Минск и неизменная стоимость. Министры Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ. Стоимость остается неизменной и составит 128,5 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает Минэнерго нашей страны. Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в следующем году. Польша развернула на белорусской границе 12 тысяч солдат, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячу полицейских и 250 сотрудников антитеррористического подразделения. К мигрантам поляки не допускают ни СМИ, ни правозащитников, ни гуманитарной организации. Вместо группы из 27 человек, которая несколько месяцев ждала ответ на запрос о получении статуса беженца, на польском рубеже образовался стихийный лагерь численностью более 2 тысяч человек, среди которых в подавляющем большинстве малолетние дети и женщины. Госавтоинспекция усилила контроль за перевозчиками, особое внимание скоростному режиму. Только за 10 месяцев водители такси нарушили правила дорожного движения свыше 7 тысяч раз. Среди них отсутствие техосмотра и наличие серьезных неисправностей. По вине таксистов произошло и 17 аварий, 19 человек пострадали, один погиб. Белорусская железная дорога снизила стоимость проезда в сообщении с Россией. Цены на билеты зависят от расстояния поездки и типа вагона. Например, покупка квитка на рейс «Минск-Москва» в купе обойдется в 162 рубля. Плат с карте – 90. Скидки будут действовать до середины декабря. Прожать зерна в Беларуси в этом году составит более 9 миллионов тонн. Уже обеспечен госзаказ на уровне 1 миллиона. То есть продовольственным зерном страна обеспечена под полную потребность. Животноводство также не останется без травянистых кормов и фуражного зерна. А значит задачи, которые стоят на 2022-й. По росту производства молока, говядины, свинины и мяса птицы будут выполнены. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1905 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразили 617 719 человек. В стране одновременно проходят две кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа. В Могилевской области от COVID-19 с первым компонентом уже привились свыше 39% населения. И почти 30% сделали обе прививки. Активно подключились в регионе и к вакцинации от гриппа. Эта цифра уже составила почти 14% жителей области. Ключи и подарок. Бабруйский завод крупнопанельного домостроения проводит выгодную акцию. При покупке квартиры по адресам Панова 12 или Наумова 39 владельцу вручается приятный бонус. Сертификат от интернет-магазина на общую сумму 2000 рублей. Деньги могут быть потрачены в течение года. Одна из таких счастливых обладательниц – бабруйчанка Валентина Котова. Эмоции переполняют. У меня сейчас собственная квартира. Она чудесная. Я ее смотрела. В ней, по-моему, нет даже замечаний. Жилой дом номер 39 по улице Наумова был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. И в течение 2021 года мы реализовываем квартиры. Купить квартиру и получить за это бонус может любой желающий. Но оформление покупки должно пройти в период действия акции до 31 декабря. Променад по Бобруйску и цыганское соло. Дворец искусств принял отборочный этап в фестивале национальных культур. Среди конкурсантов – казахи, туркмены, татары, армяне и русские. В программе и демонстрация традиционной кухни. Что общего у всех участников, покажем прямо сейчас. В коллективе ансамбля «Вольница» все – потомственные казаки. Одних привела случайность, других свела судьба. Третьи пошли по стопам родителей и теперь выступают вместе. Выход на сцену в прямом смысле – семейное дело. В репертуаре артистов больше 70 произведений. Каждая отражает дикий дух народа. У нас коллектив как семья дружная, целая семья. Но в нашей дружной семье, в целом коллектив – это семья наша. Есть еще семейные парочки, скажем так. У меня супруга тоже со мной будет вместе. Помимо казаков, на сцене Дворца искусств выходят цыгане, евреи, молдаване, немцы и армяне. Всего 13 представителей народов мира. Все они участники областного тура фестиваля национальных культур. Творческие коллективы и сольные исполнители съезжаются в Бобруйск со всего региона. Отборочные туры для чего проводятся? Для того, чтобы выбрать самые яркие коллективы, чтобы показать многонациональность нашей страны. Потому что это очень интересно, это очень занимательно. Это очень вдохновляюще, что люди живут, так сказать, в другой национальности, на другой территории. Своё искусство несут, и свои песни, и свои танцы, и традиции, и кухню, и костюмы. И всё это сохраняется. Фестиваль проходит уже в 13-й раз. И, как всегда, главный критерий для участников – номера должны полностью отражать особенности национальной культуры. За отбором следит компетентное жюри. Это представители коллективов и ведущих вузов страны, состоявшиеся артисты. Были внесены изменения к этому году. Если ранее могли участвовать коллективы нашего белорусского происхождения, которые изучают данную культуру того-либо иного народа и принимали участие в фестивале, то с этого года участниками являются только носители данной их национальности. Концертная программа – лишь часть отбора. В одном из залов Дворца искусства развернулась выставка. Украшения из бирюзы, оружие и деревянные изделия. Здесь же импровизированный шведский стол. Татарские эчпочмаки, баварские колбаски, казачий походный пирог. В Тейглах – традиционный еврейский десерт. Это шарики из теста в медовом сиропе, сверху посыпанный маком. Блюда готовят на свадьбу или Новый год, чтобы жизнь была слаще. Следующий отборочный тур ждет Гомельскую область. Финальный этап фестиваля – грандиозный концерт в Гродно. Он намечен на июнь 2022-го. Праздник пройдет на многих площадках города и объединит представителей всех регионов Беларуси. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!